Димарш Казахстан, официальный статус добровольцем и о ситуации с пожаром в Одессе прямо сейчас в выпуске в студии Татьяна Резвин. Причины пожара в Одесском колледже пока не установлены. Не озвучивают даже предварительных версий. По факту нарушения правил пожарной безопасности возбудили уголовное дело. Об этом на совместном брифинге в Киеве рассказали представители спасательной службы и полиции. На данный момент подтверждена гибель одной девушки-студентки. 21 человек числятся пострадавшими. Возгорания в учебном заведении гасили с 10 утра и локализовали только к началу третьего по Киеву. Спасли более 40 человек. В операции задействовали 70 пожарных. Ситуация усложнялась тем, что огонь очень быстро распространялся по легковоспламеняющейся внутренней отделке. Кроме того, поздно оповестили о пожаре. На момент прибытия первого подразделения спасателей площадь пожара составила 700 квадратных метров. Там было очень много людей, учеников и персонал колледжа эвакуировали. Несвоевременно. В связи с тем, что на этот момент полностью пожар не ликвидирован, следователи не могут попасть на место для проведения следственных действий. Сейчас опрашивают очевидцев. Есть обращение о пропавших. Устанавливается местонахождение 15 человек. Два месяца за решетка без права на залог. Такую меру пресечения вынес Шевченковский суд Киева двум подозреваемым в убийстве трехлетнего мальчика. Заседание проходило в закрытом режиме. По каждому подозреваемому решению выносили отдельно. Их задержала полиция по горячим следам. В воскресенье вечером они стреляли по машине депутата Киева-болсовета Вячеслава Соболева и убили его трехлетнего сына. Сам депутат не пострадал. Здоровье узника Кремля Владимира Якименко существенно ухудшилось. У него боли в животе и ключица. Необходимую помощь в тюрьме ему не предоставляют, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее информации, Якименко в колонии избивают и унижают. Из-за украинского гражданства относятся предвзято. Денисова обратилась к российской коллеге Москальковой с просьбой обеспечить украинцу необходимую медпомощь. Активиста Автомайдана Владимира Якименко задержали на админгранице с оккупированным Крымом в июне 2017 года. ФСБ обвинило его в перевозке наркотиков. Димаш Казахстану готовит Министерство иностранных дел Украины. Причина – высказывание президента страны Касыма Жамарта Такаева, по словам которого, произошедшее с Крымом не стоит называть аннексией. Украинские дипломаты такую позицию назвали противоречащей как двусторонним отношениям между странами, так и резолюцией Генассамблеи ООН. Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, организацией, членами которой являются обе страны, а одним из основных ее принципов, согласно Хельсинскому заключительному акту, является уважение суверенитета и территориальной целостности государств. Добровольцы – участники боевых действий, и это официально. Верховная Рада приняла закон о предоставлении статуса и социальных гарантий бойцам, которые не были в составе Вооруженных сил или Нацгвардии, но защищали Украину на Донбассе. Четыре года правозащитники добивались принятия этого документа. Он поможет уравнять права кадровых военных и добровольцев. Ольга Михалюк продолжит. Юрий Кашпуровский отправился воевать на Донбасс в 2014 году. Решение принял после Иловайской трагедии, когда российские войска вторглись на территорию Украины. Юрий записался в ряды правого сектора, а после реформирования армии воевал в составе Украинской добровольческой армии. За пять лет на фронте прошел Пески, Широкино, Авдеевку, Маринку, Волноваху. Но вернувшись домой, статуса добровольца так и не получил. На протяжении последних пяти лет я слышал, что Киевский горсовет выдал только 12 удостоверений добровольцам. Я лично знаю двух людей, документы одного лежат на комиссии, как и мои. Сейчас ему 77 лет. Это наш боец, друг Тихон, самый старший доброволец Украины. Считаю, что если не ему, то его потомкам нужно знать, что дед был не каратель, как о нас говорят, а отстаивал независимость Украины. Для таких, как Юрий Добровольцев, теперь статус участника боевых действий можно получить на государственном уровне. Верховная Рада приняла закон, гарантирующий их права. Речь идет о бойцах, которые не менее 30 дней защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и выполняли боевые задачи в АТО, то есть до начала операций объединенных сил. Принятый закон позволяет взять показания трех свидетелей и участников боевых действий для подтверждения участия добровольцам в антитеррористической операции. Это позволит получить медицинское обеспечение, льготы на коммунальные платежи, 75-процентные скидки, стать на квартирный учет для получения жилья. Над этим законопроектом мы работали достаточно давно. Но я хотела бы поблагодарить общественные организации, ветеранов, добровольцев. Эту несправедливость надо было решить, и сегодня для этого была политическая воля. По различным оценкам по состоянию на конец 2019 года в Украине у трех тысяч добровольцев нет официального статуса. После принятия закона у них будет шанс его получить. Ольга Михалюк, Ольга Волынец, Александр Прозоров, Игорь Каркадым, UATV. Агрессия России является угрозой евроатлантической безопасности, как и терроризм во всех его формах. Об этом говорится в итоговой декларации встречи лидеров НАТО в Лондоне. В документе также отмечается, пока существует ядерное оружие, Североатлантический альянс будет оставаться ядерным. Этот саммит НАТО юбилейный провели его в Лондоне, где располагалась первая штаб-квартира альянса. Стандарты НАТО. Переход к ним декларирует украинское государство. Для самой армии главный вопрос здесь совместимости. Бойцы и подразделения из разных стран должны действовать слаженно и быстро против общего врага. Этому они и учатся на совместных маневрах. А еще в Украине работают несколько иностранных тренировочных миссий. О том, как солдаты учатся воевать вместе с западными коллегами, в очередном сюжете цикла «Армия 2.0», который UATV подготовил накануне Дня вооруженных сил. Эти британские офицеры уже несколько лет приезжают в Украину в составе тренировочной миссии «Орбитал». Лейтенант Оли Скотт преподает навыки точной стрельбы. Его цель – научить украинских бойцов так, чтобы те могли дальше делиться полученными знаниями. «Бойцы изучают самые разные факторы. Как погода может влиять на меткость. Как нужно целиться в зависимости от расстояния до мишени и настроек прицела. Знакомиться со способами пристрелки, анализируя промахи коллег. В итоге они смогут не только сами стать хорошими стрелками, но и, вернувшись в свои подразделения, улучшать навыки других людей». Настоящий прорыв в сотрудничестве украинцев с натовцами произошел в 2014-м. Столкнувшиеся с российской агрессией украинские военные нуждались в новой системе подготовки. Теперь их совместными учениями не удивишь. Одни из самых масштабных – «Рэпид Трайдент». Они ежегодно проходят во Львовской области. На Яворовский полигон приезжают тысячи бойцов. В этом году из 14 стран. Там же на базе Центра миротворчества и безопасности постоянно работает миссия Объединенной многонациональной тренировочной группы «Украина». Сейчас украинцы – полноправные участники многих учений под эгидой НАТО. В ноябре бойцы военной службы правопорядка вернулись из Литвы с маневров «Железный волк-2019». Не раз показывали свою выучку десантники и пехотинцы на учениях «Комбайн-трезолф» в Германии. Впрочем, где бы ни были украинские воины, они не только учатся у иностранных коллег, но и делятся собственным опытом почти шестилетней войны. То, как украинцы ведут свою защиту, отличается от того, как британская армия ведет свою защиту. Они используют длинные траншеи, а мы – небольшие, отдельные. Мы узнаем, как украинцы противостоят снайперам и обезвреживают взрывные устройства, как они уже адаптировались к угрозам, которые мы пока не смогли изучить. В учениях «Орбитал» принимают участие боевые подразделения, большинство представителей которых до сих пор выезжают на Донбасс. Даже с их опытом, говорят, тренировки с британцами полезны. Эти учения – это совсем другой уровень подготовки по тактике, поведению огня, в работе с личным составом. Изучаем по медицине много действий, которые мы раньше не применяли. Что особенно важно, и те, и другие солдаты учатся коммуникации, единому управлению многонациональными континентами, чтобы вместе противостоять общим угрозам. Игорь Меделян, Том Белл, ЮЭТВ. Условия Украины для транзита газа отверг Владимир Путин. Москва готова прокачивать газ в Европу, но на своих условиях. Впрочем, по словам российского президента, продолжать транзит в 2020-м Москва пока не отказывается. Надеюсь, что позиции еще удастся как-то согласовать. Переговоры между Украиной, ЕС и Россией о транзите газа продолжаются. В этом месяце истекает срок действия десятилетнего договора. А нового пока нет. Стороны уже провели несколько раундов консультации. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинские и европейские стороны выступили с единой позицией. Однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. Как перевести банковский сектор в смартфон? Над этим ломали голову на конференции ЮЭФИНТЕХ в Киеве. Там собрались ведущие специалисты, представители финансового рынка и госрегулятора Нацбанка, айтишники и инвесторы. Вместе с ними разбиралась с новыми трендами Юлия Крючкова. Банковские услуги в смартфоне, мгновенная оплата товаров через интернет и оформление страховок – два клика. В финансовую сферу Украины активно внедряют новые технологии. Традиционные банки следят за трендами и хотят, чтобы клиенты большинство своих вопросов решали онлайн, а не в отделении. А первый в стране полностью виртуальный банк уже дорос до полутора миллионов пользователей. Сектор финтех в Украине оценен в 650 миллионов долларов. Поэтому если кто-то говорит, что финтеха нет или он медленно развивается, то это просто смешно. Государство тоже не отстает. Украинский фонд стартапов, недавно запущенный, будет поддерживать стартапы в сфере финтеха. Это уже реальность. Уже можно готовить заявки. Принят закон о сплите, объединившей два регулятора в один суперрегулятор, что позволяет развивать финансовый рынок. В Украине больше ста финтех компаний. Они не ограничиваются украинским рынком. 43% работают и за рубежом. На UA и финтех представили новые проекты, чтобы привлечь инвесторов и потенциальных клиентов. Наш стартап – это решение для оффлайновых точек вмен на валют, которое позволяет продавать и покупать криптовалюты любому человеку. Это страховая компания в смартфоне, страховая компания полного цикла. От оформления до страховой выплаты. У нас есть большой опыт в страховании, поэтому мы понимаем какие-то боли клиентов. В конференции UA и финтех приняли участие около тысячи игроков и экспертов финансового и IT-рынка из более чем 10 стран мира. Юлия Крючкова, Сергей Савчук, UA-TV. В пышных платьях и элегантных костюмах во Львове состоялся зимний венский бал. Организовали мероприятие с благотворительной целью студенты Львовского национального университета имени Франко. На что собирали деньги и кому они пойдут на помощь, знают наши львовские корреспонденты. В Доме ученых царит средневековая атмосфера. Девушки в изысканных платьях, юноши в элегантных костюмах. Танцуют венский вальс. Святослава и Руслана – первокурсники факультета международных отношений. У них своя история танца. Они – влюбленная пара, которая только познакомилась. Говорят, чтобы передать настоящие эмоции через свой танец, тренировались по несколько часов в день. Когда зрители смотрят, как танцуют пары, то считают, что это очень легко, особенно, когда это медленный вальс. Но на самом деле за этой легкостью, за этим шармом скрывается большая тяжелая работа. Венский танец на современный лад ставила Дарья. Она четвертый год подряд помогает участникам бала научиться танцевать. В этом году настойчиво тренировались целый месяц. У некоторых был опыт в танцах, у некоторых не было. И это было немного проблематично. Но у них было большое желание научиться. И поэтому это реально за такой короткий период. Отличительной чертой венского бала стал благотворительный аукцион картин. Свои работы предоставили львовские художники. Я знаю, куда эти денежные средства пойдут. И это сподвигло меня купить эту картину. Именно эту картину я хотел, потому что знаком с работами этого художника, который использует уникальную методику – отжима металлом. Не могли пропустить это событие и супружеская пара Алена и Олег. Они как гости присоединились к балу впервые. Благотворительностью мы занимаемся. Помогаем очень часто детям. Но вот на таком балу впервые. И хорошо, что такое студенты организовали. Это одно из таких мероприятий для того, чтобы привлечь большинство людей из нашего города, из Львовской области к благотворительности. Ведь дети всегда нуждаются в помощи от нас. В этом году благотворительный венский бал посетило более 200 участников. Организаторы надеются собрать около 30 тысяч гривен. И на эти деньги закупить необходимое оборудование для западноукраинского детского медицинского центра. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Львов, Юэй ТВ. Об этом и других событиях читайте на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала юэйтв.юэй. Пока это вся информация, но менее чем через два часа. Приглашаем вас подводить итоги дня вместе с редакцией новостей на русском.